Тихая моя родина Однажды осенней ночью разыгрался страшный шторм. Морские волны, вспахивая землю, врезались в берег и пробили пролив из Балтийского моря в залив. Этот пролив, появившийся пять веков назад, превратил поселение старой Пилау в город-порт. В 20 веке уже не силы природы, а катастрофа Великой Отечественной войны изменила облик города. Пилау, который переименовали в Балтийск, стал крупнейшей военно-морской базой. Здесь оставались жить военные моряки, служившие на Балтийском флоте. И какие бы сложности и препятствия не возникали на их пути, удивительная сила духа помогала балтийцам пройти все испытания, словно Балтийск – особый город, куда провидение приводит людей, способных справиться с любой стихией. Отец мой служил в бригаде торпедных катеров. Это те катера, которые брали Пилау. То так он и остался. И забрал нас с матерью. Но это был закрытый город, это была военно-морская база. Город был разбит. На некоторых домах было написано прямо по фронтону дома – минный карантин. Это, значит, возможно, заминированные квартиры. А люди-то приезжали без ничего. Квартиры стояли с мебелью, с посудой. Люди разбивали стекла, залазили, чтобы что-то взять, потому что надо как-то жить. Было столько боеприпасов. Были нарядики очень красивые, мины, как игрушка. И военное имущество, и оружие – оно же очень красивое. Особенно для детей. Вот и брали их. Все мы были все время голодные. Особенно, когда были еще карточки. Не хватало. Собрались весной. По-моему, это был апрель месяц. Люди уже посадили картошку. Мы воровали эту картошку, разжигали костер и эту картошку жарили. Но в печке были проблемы, поэтому пользовались выречительным стеклом. А чтобы скорее загорелось, надо порох. Я взял в руку снарядик. Перед нами лежал булыжник. Мы сидели кругом. И у каждого был этот. Кто так его расшатывал, кто об камень бил. Я бил об камень. И я ударил носиком, слышал щелчок. Я взмахнул рукой, чтобы бросить снаряд, и не успел. Он взорвался у меня в руке. И когда я взмахнул на то, что осталось от руки, это был какой-то кровавый бутон. Люди вокруг меня лежали, как лепестки ромашки. Одного убило сразу. Потом у них кто очухался, все разошли. Я встал и пошел домой. Мать стояла на кухне. Мать, как увидела, упала в обморок. Хорошо на обед пришел батя. Он сразу перетянул мне жгут, наложил. Вызвали торпедовоз, скорых помощи не было. И меня в военный госпиталь отвезли. Очнулся я уже в палате. Лежали там раненые, кто еще с войны пришел. И я у них был единственный ребенок, как игрушка. Время-то было тяжелое. Но кто шоколадку принесет, кто яблоко. Но я пролешал всего неделю. Потом я вышел, пошел в школу, в первый класс. Балтийских жителей моего возраста, по-моему, я остался один, последний. Дети мужского пола практически все погибли. Кого застрелили, играя оружием, кто подорвался. Поэтому все мы дети войны. Балтийский, конечно, уже он стал мне родным. Я приехала в Балтийск к сестре. И здесь была возможность поступить на курсы радистов. Я когда поступала, меня не хотели принимать в училище. Так как еще ни одна женщина на радиста не поступала. Но там была методистка женщина. Я ей чем-то понравилась. И тем более я уже работала радистом. И она договорилась, чтобы меня допустили к экзаменам вступительным. Когда я пришла первый раз в радиорубку, увидела эту аппаратуру, там столько всяких винтиков, болтиков и ручек, я сразу сказала, я работать не смогу. Потому что я только азбуку Морзе знала. Но связист и главстаршина, они ничего страшного. Через месяц ты у нас будешь лучшим радистом флота. И правда, я через год уже была на городской доске почета. Я когда увидела танкера «Лекма», он был весь белый, палуба зеленая, тенты голубые. Я думаю, на таком корабле мне вообще никогда не попасть. И вдруг меня пришли, пригласили туда на работу. И главное, через несколько дней мы уже ушли в море на полгода. Первый рейс я когда ходила, женщин не было ни одной. Я, конечно, была в шоке. Впервые выходить на столько времени одной среди мужчин. Ну, меня тут все успокаивали. Татэ, что мы тебя тут будем защищать. Никто, я сколько работала, я не могу пожаловаться, чтобы кто-то что-то плохо мне сделал. Помню, в порт Саид, когда мы зашли, идем по городу. Все моряки, одна я. Среди мужчин. И со всех сторон. Русс хорош, мадам Русс хорош. Когда первый раз пошли мы в море, нас в Северном море прихватил шторм, в Бискайском заливе был сильный шторм, то же самое. Я, честно говоря, решила, все, больше я с морем завязываю. Ну, а когда уже прошло 6 месяцев, уже как магнитом тянет в море. А в море вообще-то очень интересно. Мы в острове стояли, там два кошелота к нам к борту подходили, в борт потрутся, уйдут. Ребята их прозвали шпионами. Вот смотришь на севере, когда были летом солнце, доходит до горизонта, как мячик отталкивается, и пошло обратно в другую сторону. Я во всех океанах побыла. Я радистом проработала 45 лет. Из них 40 лет на Олегу. Наблюдая за горожанами, прогуливающимися по привольным улицам Балтийска, начинаешь читать его судьбу в лицах людей, служивых. И кажется, что у Балтийска мужской характер, ведь все жители этого самого западного, оторванного от России города постоянно ощущают свою особую роль в жизни целой страны. Выбор священнического служения, он у меня был осуществлен на мосту, когда я переходил реку и шел в сторону храма. Мысль-то была очень такой резкой, но я понял, что я хочу быть священником. Хотя на тот момент я собирался поступать в военное училище. Но так получилось, что Господь меня призвал служить в церковь, а через церковь и в армии я оказался. Поэтому на сегодняшний день я штатный военный священник в бригаде морской пехоты Балтийского флота. Первый раз пришел, и на меня смотрели, как на инопланетянина. Я шел по части. Было такое, что меня даже обходили офицеры стороной, потому что они не знали, как со мной общаться, здороваться за руку или просто просить как-то благословение особым образом. Сегодня многие офицеры подходят, жмут руку, очень рады общению. Но военный священник, он должен быть активным священником, здоровым физически, потому что придется закатывать полы и рясы и на БТРах с ними ездить, и в самолетах подниматься. Придется, это нужно. От этого никуда не уйдешь. Ну, что касается парашютных прыжков, то зачем я с ними прыгаю? Ну, прежде всего, это некий личный пример. Это сблизило нас всех. Мне, как священнику, очень важно и помолиться с ребятами, сказать им нужные вещи перед прыжками, поддержать их, приободрить. И самое интересное, что когда узнают, что я служу в бригаде морской пехоты, вот первый вопрос, который задают ветераны или офицеры, прыгал ли я с парашютом? Это первый вопрос. И, конечно, я прекрасно понимаю, что для того, чтобы быть военным священником, нужно пройти все. Как-то раз бежал в десяточку. До этого я лет 16 не бегал вообще. Одел новые ботинки. Ну, и побежал. Грудь колесом. Бегу. Чувствую, что уже уставать начинаю. Меня уже все обогнали. Вот. Я спрашиваю, наверное, уже скоро финиш, что-то мы все как-то бежим, бежим. Он говорит, нет, батюшка, мы еще, говорит, только 2 километра из 10 пробежали. И я думаю, добегу я или нет? А у меня были новые ботинки, и я стал натирать мозоли. Думаю, ну остановиться. Зачем тогда начинал бежать? Думаю, ну побегу. Ну хоть пешком. Доползу, но все равно прибегу. И тут бойцы мне начинают говорить, батюшка, вы же там нас учили, что когда тяжело, надо молиться. Это они меня учили. Они мне говорили, надо молиться. И все мне желали помощи божьей. Все. Батюшка, бог помощь, бог помощь. Вот это я запомнил. Кстати, удивительное. Я даже умудрился несколько человек обогнать, добежать все-таки. Если ты имеешь глубокую веру, не формальную, а глубокую веру, и начинаешь молиться, то ты забываешь прям, что у тебя эти боли, она отходит куда-то на второй план. Вот. И я понимаю, почему в боях, в тяжелых условиях, человек начинает молиться. После окончания Дальневосточного училища я оказался здесь, на Балтийском флоте, в бригаде морской пехоты. В декабре 1994 года, с началом контртеррористической операции, во многих боевых частях нашей страны, в том числе и в нашей бригаде, началась подготовка к возможной отправке в город Грозный. Людей буквально, как во время Великой Отечественной войны, снимали с кораблей личный состав, перебрасывали к нам батальон. Мы не спали, мы не ели, потому что понимали, что эти люди могут оказаться буквально вот через неделю на войне. В ночь на Рождество, 6-е на 7-е число, поступило указание, что самолеты, на которых мы должны улететь уже в воздухе, уже идут на Калининград. Была страшная непогода, и не всем получили сразу сесть на Моздок. Мы летели перекладными рейсами какими-то, потом так же тяжело добирались на пункт управления под Грозным. Садятся вертолеты, люди выходят и подъезжают машины, и с них начинают выгружать убитых раненых в этот же вертолет. Буквально через сутки у нас уже первая группа входила в город Грозный. Если кто-то скажет, что на войне не страшно, он, конечно же, соврет. Да, тут кто-то падает, выносят раненых, вот эти вот крики, кровь. И я скажу, что вот мальчишки, я видел, как они бледнели, да, бледнели до зелены, до синевы. Когда развороченная рана, да, а ему уверенным голосом командуешь, ну что, как учили, быстро жгут, промедол. Вот, бах-бах, они вкололи это самое все. И он уже все уверенно бинтует, отойди, давай я на рану повязку. Все, раненых схватили, подхватили, вот, понесли. Как они начали заботиться друг о друге, как они друг друга поддерживали, как переживали друг за другом. И когда мальчишки становились в проем окна и стреляли просто, вызывая огонь на себя, для того, чтобы дать возможность вытянуть этих раненых, отвлечь внимание на себя, то они ведь в ответ могли получить не только там от снайпера или там такой же ответ из автомата. Как правило, если какая-то фигура появлялась в окне, отвечали с гранатомета. И не с одного, а с двух, с трех сразу. Вот он разряжает этот пирожок и прыгает кубарем по лестнице, катится просто вот так вот, а за ним уже идут разрывы. Но они так вот бились за своих. Я отправлял людей своих для того, чтобы они подвели бронетранспортер для эвакуации раненых. Им надо было пересечь улицу. Я вызываю этого сержанта, смотрю его в глаза, он знает все. Он знает, что вот эта улица, она непроходима. Что на этой улице сегодня легло уже два человека. Вот, они не прошли. Я их вызываю одного, второго, смотрю им в глаза и ставлю задачу. Вы сейчас выдвигаетесь на КП. Вот, у него глаза дерг такой, он это самое смотрит так. Командир, типа, понимаешь, вот ты куда меня отправляешь сейчас? Вот. Я говорю, я все знаю. Мы сделаем все, чтобы вы дошли. Вы дойдете. Разрабатываем целую войсковую операцию. Кто по какому дому бьет, мы вытащили на себя весь огонь. Они спокойно прошли. И потом вечером они мне подвели этот бронетранспортер к дому. И радостные, и счастливые такие. Товарищ командир, прибыли. Вот. Я говорю, ну, молодцы. Вот, дошли. И они готовы были выполнить любую задачу. Если бы сказали идти в открытую на пулемет, надо подниматься и надо идти. Они бы поднялись и пошли. Главное не само испытание, а как ты к нему отнесешься, как ты вылезешь с этой ситуации, как ты ее преодолеешь. Все мои друзья знакомые работали на судах обеспечения. Куда мне было идти? Я сначала попросился, меня вывезли в море втихаря. Меня в кочегарке вывезли, чтобы посмотреть, да, качка, да, неприятно, елки. Но терпеть работать можно. Я сам себя проверил. Самое главное для меня, чтобы не жалели о том, что меня взяли на работу. Что я на месте, я справляюсь. Я мог пойти в море мотористом, электриком. Я мог стоять на руле, рулевой сигнальчик. Мне нравилось читать и писать светом. Люди, которые со мной работали, говорили просто, а мы не обращали внимания, есть у тебя рука или нет. Мы знали, что ты эту работу сделаешь. Я 32 дальних похода совершил. Мы ходили к Скагину, мы с такой Скагин, точки заправки были. Потом стали уже выходить в океан. Все дальше и дальше. Пароход у меня и работа, и стол, и дом. Все у меня. И друзья. Все, елки-палки, для меня пароход. Это моя территория, это моя жизнь, понимаете? Особенно, когда она длится полгода, 9 месяцев. Я всегда удивлялся, когда говорили, вот подбирают космонавтов по совместимости. Мы по 9 месяцев, несколько рейсов было. У нас никогда между собой драк не было. И никогда нас не подбирали по совместимости, нас подбирали по грамотности, по специальности своей. Потому что море лечит, море воспитывает, море показывает, кто ты есть на самом деле. Это танкер «Олегман», на котором я проработала 40 лет. Когда мы были в Красном море, уже поход наш заканчивался. И без 15 и 12 ночью я в каюте была. И вдруг смотрю в иллюминатор, какие-то ракеты полетели. У них там война была, это на острове Дохлак. Ну, кто знает, за кого они нас приняли. А я жила в кормовой настройке, а ради рубка в средней настройке нужно бежать через палубу. Я выскочила, побежала за настройки, смотрю, летят много вот этих, искры какие-то, как сверчки. Я бежала по палубе сквозь рой этих пуль, но ни одна меня не задела. Не знаю, как я проскочила, только связь в голове была. Я только в ради рубку прибежала. Начальник лежит на площадке перед ради рубкой. Пробили ради рубки корпус и прямо в печень начальнику. Он упал, раза два-три крикнул, помогите, помогите, и скончался. Я не помню, как я через него перешагнула, я ее обошла, быстрее включила аппаратуру. В это время капитан приказал, чтобы я открытым текстом связалась и сказала, на нас напали три неизвестных катера. Вот они стреляли. Там кровь была, стекла разбиты. В тот момент я ничего не видела и не ощущала. Я тогда на связи с Москвой 14 часов сидела. Военный корабль вышел на связь. Говорит, вы как сейчас можете продержаться? Мы говорим, можем. И они пошли искать вот эти катера. И вот они только 14 часов к нам подошли днем. Мы потом на следующий рейс, на 10 месяцев пошли. Красное море, Дохлак, Персидский залив. Ну, там мы уже кто желал. Каждого опрашивали, предупреждали, что все может быть. Просто вот если услышишь и сейчас какой-то грохот, и вздрагиваешь. А так ничего. После многих лет штормов и волнений в жизни Алины Александровны наконец наступил штиль. Целиком посвятив себя морю и любимой профессии, она не успела в молодые годы создать семью. Но уже сойдя на берег, радистка получила предложение руки и сердца от капитана Олегмы, с которым проработала 20 лет. И обрела долгожданное счастье. У нас 126 ступенек. Поднимаемся мы где-то за смену раза два в сутки, а иногда и больше. Потому что когда погода плохая, не видно огней. Надо еще пойти проверить. Все вот это осталось еще от немцев. Линза эти, окна. Все это немецкое. Мы же не только ночью проверяем огни, но проверяем еще и днем, которые не светящиеся. Они только к вечеру там зажигаются. Вот эти вот буи я должна просмотреть. 12 буи, чтобы они были на месте. 10 часов у нас связь с другими маяками. Чердак, я зависть. Прием. Прием. 18 часов связь с маяками. Все вышли на связь, как поняли. Прием. Понял. Карта эта уже висит, наверное, лет 50. Она была немножко, конечно, постаревшая. Потом мы ее отреставрировали. Это главные ворота. Вход в Калининград и в порт наш. Это самая западная точка России. Самый дальний – это Щукинский знак. Он находится на косе. И вот от этого знака, это километров 30, начинается Польша. На следующий год будет 35 лет, как я здесь работаю. Приходилось много делать, конечно. Очень много. Вот это, что вы видите, сад. Это мы все сами копали. Во-первых, была кочегарка. Это сейчас электрическое отопление. А раньше была кочегарка внизу, там уголь. Я всегда приходила, а дети всегда говорят, мама, тебе так углем, говорит, пахнет. Мы красили заборы, и башню красили. Привозили лебедку такую самодельную. И на веревках вот эту люльку поднимали. Вот эту всю башню красили. У меня муж очень редко был дома. Он военный. Он был у меня на боевых. Он уходил по 7-9 месяцев в море. Раньше это было все секретно. Никто не знал, когда они уходят, когда они приходят. Отправлялись как-то больше, где-то ночью. Когда нам сообщали, что корабль приходит, то я поднималась на маяк и, конечно, ждала. Так же и муж. Если он увидел маяк, значит, он уже дома. Значит, жена, дети. Все ждут. Ночь. Снег прошит, замер квартал. Ночь. Так хочется жить, но скоро сигнал. Ночь. Скоро придет приказ от комбата. Ансамбль мы придумали до войны. И название даже «Черные береты» вот смело так взяли. Но у нас тогда не было репертуара своего. А именно вот война и события, вот эти вот все, о которых я сейчас говорил, они как раз и подстегнули, подхлестнули к тому, чтобы писать свое. Потому что если не расскажем мы, не расскажет никто об этом. Из нашего состава, из «Черных беретов», у нас один человек без руки, один без ноги оказался по итогам этих боевых действий. И, в общем-то, вернувшись оттуда, ансамбль временно свою деятельность прекратил. И вот это вот новый состав уже, коллектива. В 99-м году, когда началась Тара Чеченская, приходит приказ министра обороны группе «Черные береты» отправиться в Дагестан. Я не знаю, чего было больше. Выступлений, концертов или разговоров после концертов. Мы для раненых в госпиталях играли, в мостах, в медицинских отрядах специального назначения. Вот садится вертолет, выгружают раненых, их там перебинтовывают. Они уже через полчаса сидят, кто с палочкой, кто с костылями, приходят. И мы играем концерт за концертом по несколько выступлений в день. А вечером с офицеров, с картами начинаем работать, что-то чертить. Но роды поднимали российские офицеры, и шивошу дворца, и бесстрашие веры. Ребята молодые, с дружою нараспашку, в бедноченых, и в току темняшка. Я скажу так, на войну не просись, от войны не бегай. Если Бог дает себе такое испытание, его надо пройти достойно. Вот англичане говорят, нет ничего прекраснее. Танцующие женщины, скачущие лошади и судно, идущего под парусом. Кроме моря, у меня нет ничего, 50 лет связанных с морем. Да мне все время снятся сны, что я стою на вахте, что у меня механизм какой-то полетел, что у меня что-то не ладится. У меня и сны-то морские снятся, потому что у меня не могут быть других-то. И сейчас сказали бы мне, иди, встал бы и пошел. Вот что такое для меня море. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok